Что важно помнить? Сейчас буду давать вам больше практической информации, что нужно делать и на что нужно обращать внимание. Мозг растет при постоянном его использовании. Для этого нужно больше использовать сенсорное и двигательное окончание мозга. Мы вчера с вами более детально разбирались с принципом БМП, это двигательное окончание мозга, баланс, мануальные навыки, подвижность, все это развивает мозг, формирует нейроны, увеличивает его объем на 25-35%, если вы делаете правильную вестибулярную стимуляцию и так далее. Что касается сенсорного развития, слово senses, органы чувств и естественно через органы чувств мы получаем всю информацию об этом мире, через зрение, слух, нюх, тактильные ощущения. И соответственно самое важное в этом процессе это глаза, зрение наше, чтение, то что мы будем делать и это слух, тактильные ощущения, потому что так мы получаем наибольшее количество информации об этом мире. Чем больше вы занимаетесь физическим развитием ребенка и стимулируете органы чувств, тем быстрее и лучше развивается ребенок. И вот когда мы говорим с вами по поводу подготовки ребенка к легкому обучению в школе и многие уже в три года начинают сдавать там садики, в которых идет подготовка какая-то, интеллектуальные знания, что вы должны помнить? Посмотрите на эту картиночку и запомните ее очень-очень хорошо, потому что вот на этой картинке нарисован секрет легкого и успешного обучения ребенка в дальнейшем, во всей дальнейшей жизни. О чем идет речь? Это айсберг успешного обучения, как я его называю, да, и на этом айсберге вы видите, что обучение это только верхушка айсберга, и когда мы клеим к этой верхушке айсберга какие-то знания, но при этом подводная часть не отработана, то все это сползает, да, как-то крепится, где-то запомнилось, где-то нет, сползает, плохо заталкивается в память, да, и многие другие моменты. То есть для того, чтобы ребенок был готов учиться легко, вы должны правильно провести первые 6 лет жизни, развивая его физически, отрабатывая, да, ощущение, чувствовать кожу ребенок должен, ощущать равновесие, тот же баланс по принципу БМП, чувствовать мышцы суставов, интеграция рефлексов, помните, да, мозг должен контролировать каждую часть тела ребенка. Органы чувств, второй слой, слышать, видеть, чупать, пробовать на вкус, нюхать. Далее, планирование движений, тоже связано с балансом координации движений, контроль движения тела, зависит от того, насколько мозг легко контролирует тело и легко распоряжается всеми движениями, которые происходят. Концентрация внимания, естественно, ориентирование в пространстве, самостоятельности, координация рукоглаз, это как раз расстояние между глазками и ручками. Вот когда ребенок ползает, у него развивается координация рука-глаз, и вот как раз вот эта координация рука-глаз, она будет потом, это расстояние будет таким же, как между книжкой и тетрадкой, глазками ребенка, когда он находится непосредственно уже в школьном возрасте, ну, в школе, да, обучается. И от того, насколько развито ближнее зрение между глазками и тетрадкой, будет зависеть то, насколько ребенок легко переключается с ближнего зрения на дальнее зрение, и у него не устают при этом глаза, при этом как бы он чувствует себя комфортно, и процесс обучения идет легким. Потому что, вы знаете, вот часто, вот вы можете заметить за собой, вы читаете книгу, читаете, 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 и вроде как что-то читаете, пытаетесь понять, но в итоге прочитали страницу, не можете понять, о чем идет речь, да, то есть вы не сконцентрированы были на этом вопросе, и, естественно, информация, которую вы получали через зрительные, ну, через зрение, да, она не доходила правильным образом к вашему мозгу, вы не понимали эту информацию. Далее, саморегуляция, это эмоции, которые мы должны ребенку помогать, понимать, ощущать и контролировать. Естественно, поведение, и для детей до 6-летнего возраста очень большая проблема, это истерики, капризы и неумения родителей, собственно говоря, с этим всем справиться. Поэтому поведение, эмоции, с этим тоже нужно научиться справляться, и когда ваш ребенок плачет, ему нужно только принятие этого факта, что он расстроен, да, и тут мы будем делить тоже. Когда ребенок закатывает истерики, будем делить это на манипулятивные истерики и истерики в связи с тем, что ребенку плохо, ему нужна ваша помощь, и действовать в соответствии с этим по-разному, потому что на манипулятивную истерику не нужно реагировать, а принимать эмоции ребенка нужно всегда. Да, если ребенок плачет и просит чего-то, то вы можете сказать, что да, я тебя люблю, я тебя могу пожалеть, понять, принять, могу обнять, погладить, если хочешь, иди ко мне. Но это не факт и не значит, что вы должны обязательно дать ему 25-ю конфету, которую он требует, потому что тебе обнять, сказать, я тебя люблю, но, к сожалению, конфету дать я тебе не могу. То есть это совершенно другой уровень родительства и совершенно другой уровень детей. Такие дети, они более понимающие, они более осознанные. Вы знаете, даже смотря на своих, например, детей, все вокруг говорят, что они не по возрасту осознанные, сознательные, развиты. Это особенности и бонусы того, что вы правильно их развиваете, перекладываете на них частично ответственность, даете им много проб и попыток, и находитесь рядом как тыл, как поддержка, которая помогает им расти более уверенными, осознанными, брать на себя часть ответственности, сталкиваться с естественными последствиями своего выбора. Если это не критично, то, соответственно, вы можете дать ребенку возможность ошибаться. Ошибаться нужно, потому что люди, которые ошибаются, они двигаются, они ошибаются и при этом делают выводы и идут дальше. Ну и, конечно же, развитие речи тоже очень-очень такой важный аспект, без которого сложно развивать ребенка полноценно и гармонично. Итак, как понять, какие преимущества все-таки ребенок получает от правильного развития? Кратко скажу, что вчера мы с вами говорили, мы говорим с вами о том, что мы формируем мозг ребенка, и это не маленькая дискетка памяти, которая вот просто чуть-чуть вместила, и все, и дальше перегрузка и так далее, а это реально огромное серверное, которое дает возможности невероятные вашему ребенку, ну и с учетом того, что ребенок любой, он рождается талантливый, гениальный, то это огромная возможность. Что еще важно понимать, что органы чувств, слух, зрение, нюх и так далее, они напрямую связаны с мозгом, с развитием мозга и с обработкой информации, то есть все они получают информацию и передают ее в мозг, мозг ее обрабатывает и дает обратную реакцию. Поэтому если плохая, скажем так, скорость передачи информации, если органы чувств слышат, видят и понимают, и воспринимают тяжело, плохо или не чисто, да, информацию и передают ее в мозг неправильно, то дальше мозг не дает правильный ответ и происходят определенные сложности, ну в частности, да, представьте себе вот на этой картинке, вы четко видите разницу между детьми, которые с хорошо развитыми органами чувств и детьми с плохо развитыми органами чувств. Да, все дети слышат, видят, но опять-таки, да, если мы говорим про здоровых детей, но есть дети, например, у которых это хорошо развито, есть дети, у которых это плохо развито. Ребенок-то слышит какое-то слово иностранное, которое ему говорят, да, но один ребенок его повторит четко и без каких-либо сложностей, а второй ребенок его не сможет повторить четко, потому что он его не услышал. Я буду говорить сегодня вам о методике Сузуки, о том, что, ну как развивается тонкий музыкальный слух, но дело в том, что наш учитель Сузуки из Литвы, она говорит о том, что многие люди, вот 70% людей, они слушают, но они не слышат, то есть они слышат искаженные звуки, они слышат, не слышат вот эти интонации иностранного языка. Вот есть люди, которым легко осваивать иностранный язык, они повторяют, все слышат, у них хороший акцент. А есть люди, у которых все это идет сложно и проблематично, потому что органы слуха, они передают информацию в мозг, да, и от того, насколько у ребенка хорошо развит слух, чистый он или нечистый, да, то от этого будет тоже зависеть процесс обучения. И скажу сразу, что все дети, когда рождаются, они рождаются с хорошим слухом, с идеальным фактически. Ну, имеется в виду, что это здоровый ребенок, да, и потом вы можете либо развивать эти способности, либо просто упускать их. Чем больше времени с момента рождения проходит, тем больше вы упускаете этих возможностей. Но, в принципе, данные у всех детей плюс-минус одинаковые при рождении. Естественно, зрение, все это тоже влияет, поэтому, вот когда вы видите эту картинку, представьте себе, как бы вы хотели, чтобы были развиты органы чувств вашего ребенка. Один ребенок сидит, и вокруг него такая, как мешок, да, этот мешок, он доносится, какие-то звуки доносятся, какие-то картинки, но есть помехи, и вот из-за этих помех этот ребенок будет уставать больше, чем тот, у которого чистые органы чувств. Этому ребенку будет учиться сложнее, и мы будем думать, какой ленивый ребенок или какой лентяй, да, он не старается, а на самом деле он не просто не старается, он старается, но у него намного больше препятствий, чем у ребенка с хорошо развитыми органами чувств. И он бы рад, лучше учиться, легче воспринимать, лучше концентрироваться, иметь меньше проблем. Но он не может, потому что у него есть помехи, поэтому наша задача с вами в первые 6 лет жизни не дать возможность этим помехам влиять на процесс дальнейшего обучения ребенка. Физическое, умственное, эмоциональное развитие, все это зависит от уровня сенсорного развития, то есть от того, насколько вы развивали органы чувств вашего ребенка. Насколько хорошо он видит то, что видит, и передает эту информацию мозгу, насколько он хорошо слышит и передает информацию мозгу, и насколько он все это хорошо может выразить в виде речи, потому что мы, естественно, с вами должны коммуницировать друг с другом, и это важный фактор. Далее, на основе всего этого сенсорного развития формируются вообще, в принципе, все представления человека о предметах, да, какой он, на вкус, на запах, на цвет, на ощущения и так далее. Сенсорное развитие, оно влияет и на психологическое, и на социальное становление вашего малыша в обществе. Поэтому, естественно, все это играет огромный урон. Если у ребенка плохая сенсорно-моторная интеграция, он может выглядеть просто невнимательным, да, и вот когда вы говорите, что там не фокусируется, не сосредотачивается, я ему читаю, он не слушает, или я ему что-то говорю, хочу с ним позаниматься, он не включается в эти процессы. Это может быть показателем того, что у ребенка плохое восприятие всей информации, которая поступает извне.